Здравствуйте! Если когда-нибудь ролики на ютубе смогут придавать не только цвета, но и запахи, мы обязательно вернемся к этому растению. И, возможно, вы сможете разделить со мной весь восторг. Где-то на просторах интернета я наткнулась на статью об этом удивительном растении, где автор очень нежно и с любовью называет ее летней конфетой. Действительно, аромат очень нежный и приятный. У нас с вами достаточно мало растений, светущих во второй половине лета, да еще в тенистых и сырых местах. А вот этой красавице такие условия не просто подходят, а даже нравятся. Хочу вам представить редкое для наших садов растение клетроальхолист. Растение родом из Северной Америки. Встречается на болотистых местностях, в лесных массивах, образует массивы вдоль рек и озер. Клетр идеально подойдет для создания тенистого сада или сада в естественном природном стиле. Благодаря небольшой компактной форме, не более полуметров, она идеально подходит как для больших, так и маленьких участков. А если посадить клетру около веранды или недалеко от любимой скамейки, то осенью вы сможете насладиться поздним летним цветением и ароматом этого кустарника. Если изначально растение посадить в подходящие условия, тенистые места, влажные, кислые почвы, то клетра будет великолепно себя чувствовать и мало повреждаться болезнями и вредителями. На сухих солнечных участках оно очень часто повреждается паутиным клещом. Цветет кустарник на побегах текущего года. Зацветает в конце августа. Цветки собраны в небольшие метелки белого или розового цвета, чем-то напоминающие ежики для очистки бутылок. После цветения клетра не теряет декоративности, благодаря плодам-коробочкам и ярко-желтой осенней окраске. Как показывает наш опыт, растение вполне подходит для четвертой зоны и не нуждается в укрытии на зиму. А на этом все. Мы еще не раз будем знакомить вас с редкими растениями для наших садов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Мы есть во всех социальных сетях. И приезжайте к нам в Садовый Центр. Удачи!